Всем привет, вы находитесь на канале Зевгейминга, с вами как всегда Александр. Сегодня у нас довольно интересная тема для разговоров. Вы меня просили об этом рассказать и я, как вы поняли, решил все-таки записать данный видеоролик, в котором мы поговорим о том, что нужно купить каждому игроку в RDO, так скажем самые нужные покупки, которые необходимы всем. Сразу хочу заметить, что мы не будем говорить о самых очевидных вещах, но будут и такие, ведь порой я удивляюсь, когда мне пишут, мол, я и не пользуюсь этим, поэтому обязательно посмотрите данный видеоролик полностью и до конца, чтобы точно знать, а купили ли вы все самое необходимое для выживания на Диком Западе. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк этому видеоролику, а мы начинаем. Начнем с самого простого, но при этом очень необходимого каждому ковбою или ковбойше, это о брошюрах на патроны, но не обычная, она особая. Я говорю о патронах и стрелах разрывных огненных. Такие брошюры нам нужны для того, чтобы иметь данные предметы в своем инвентаре. Самая главная причина покупки данной брошюры, конечно, в том, что эти боеприпасы нельзя купить у оружейника или в каталоге, только сделать самому, или дождаться какой-нибудь щедрости от Rockstar и вам дадут их как награду. И исходя только из этого, их уже нужно покупать. Но дело не только в их эксклюзивности, то дело еще в том, что данные боеприпасы помогут вам при выполнении различных задач. Например, везете повозку и на вас напали, но с этими боеприпасами вы врагов быстро устраните. Нужно выполнить дейлик по убийствам из динамита, заряжаете разрывные патроны, винтовку и идете убивать быстро и легко. Нужно быстро зачистить местность от врагов, разрывная стрела вам поможет. Так что я уверен, то, что нельзя купить, а только скрафтить, на это нужно покупать брошюру. Правда не на все, поэтому если хотите следующий видеоролик о том, что не стоит покупать в Red Dead Online, давайте наберем 100 лайков под этим видеороликом. Следующее, о чем мы поговорим, также будет брошюра, но уже на тонике. По факту стоит купить брошюры только на особые тоники и желательно на все. Лишними точно не будут. И нам они очень сильно помогут. Как вы поняли, особые тоники в каталоге или в магазине купить нельзя. Тут ситуация как с боеприпасами, хотя ради честности стоит упомянуть, что такие тоники могут падать с обычных NPC врагов. Редкость, но случаи бывают. Данные брошюры хоть и стоят прилично, но дадут вам очень весомое преимущество перед вашими врагами. Убить вас будет сложно, а вы в свою очередь успеете разделаться с врагами. Всего по особым тоникам 4 брошюры. Покупаются они у скупщика, как и брошюры на боеприпасы. Теперь немного стоит упомянуть и о нашем боевом друге. О лошади. Но я рекомендовать буду не какую лошадь вам купить, а какое седло купить. Чтобы любая лошадь с ним была максимально эффективная. Тут бесспорно стоит говорить только о седле Накадочес. Это поистине удивительное седло. Но не все так просто. К этому седлу, чтобы оно стало удивительным, нужно докупить самое последнее закрытое стременое. И вот тогда это седло и начинает творить чудеса. Даже новое седло Аплиэнд по цифрам может и дает больше положительных эффектов. Но на деле Накадочес всегда лучше. Поэтому считаю, что покупка седла Накадочес это одна из самых выгодных покупок в Red Dead Online. Конечно, если не забудете купить последнее стременно. Не отходя от темы лошадей, скажу, что друзья не забывайте покупать страховку на лошадей. Очень нужная вещь и про нее забывать никогда не стоит. Ведь лошади умирает в РДО и не только по нашей вине, когда мы спрыгнули с обрыва, но и по вине гриферов, которые специально могут убить нашу лошадь. Стоит она не дорого, но вещь очень необходимая и важная. Походный лагерь. Покупается у Гаррет. Довольно выгодное приобретение, если говорить кратко. Но о нем стоит рассказать поподробнее. Изначально в нем можно было отдыхать у костра и готовить еду, тоники, боеприпасы, приманки. В общем, все то, что мы можем готовить у костра в полноценном лагере. Хотя походный лагерь, в общем-то, и состоит из костра. Его расположить можно где угодно в любом месте, что очень удобно, если у вас закончилось то, что нужно срочно. А ехать до ближайшей почты далеко, или же это можно только скрафтить, то тут походный лагерь просто выручает. Но с последним абонементом походный лагерь стал дикой имбой. А все из-за того, что теперь в нем имеется быстрое перемещение, что делает этот лагерь самым универсальным средством по перемещению на Диком Западе. Вам не нужно куда-то ехать, захотели и прыгнули в то место, куда вам нужно. Буквально за пару секунд. Раз мы поговорили о быстром перемещении из походного лагеря, то стоит нам и поговорить о таком перемещении из обычного лагеря, так как этот видеоролик могут смотреть уже когда закончится четвертый бандитский абонемент. И кто его знает, может Рокстар и не давает отдельную покупку этих предметов после окончания сезона, в котором они давались. Исходя из этого, быстрое перемещение из лагеря также необходимо купить. Принцип работы вам уже известен, покупается он в нашем лагере у Крипса. Для покупки нужна роль торговца. Об этом не стоит забывать и открывается по мере прокачки роли торговца. В общем, данная вещь или предмет лагеря обязательно должен быть куплен нами. Кто бы мог подумать, но в этот ролик я решил добавить улучшенное лассо. Да, вы не ослышались, улучшенное лассо. Вы скажете, а смысл от него? Но я более чем уверен, те, кто любят роль охотник за головами, со мной согласятся и скажут вам, что такое лассо должно быть у каждого охотника. В частности, его преимущество перед обычным в том, что при связывании врага таким лассо он точно не выберется и останется связанным, пока вы его не сдадите шерифу или не отвезете в тюремной повозке. Я думаю, что многие любят порыбачить, пополнять дейлики, связанные с рыбалкой или присоединиться к событию, кто больше всех наловит рыбы. В общем, я это все к тому, что в Red Dead Online есть особые приманки для разных рыб. Да, они стоят чуть больше 30 баксов, но при этом они покупаются один раз и навсегда. То есть при поимке рыбы их менять не нужно, как обычные приманки. Но дело не только в этом, а в том, что на такие приманки рыба чаще начинает ловиться на крючок, что поможет нам как и быстро выполнить дейлик, так и выиграть состязание. Поэтому прикупить их в нашу коллекцию особых предметов обязательно стоит. Охотничья повозка. Ее тоже рекомендую к обязательной покупке. Многие, конечно, скажут, что и на лассо привезут две туши крипсу, но 8 трехзвездочных туш сдать, вот это другое дело. За это нас крипс точно поблагодарит. В общем, повозка реально нужная вещь, при условии, если вам нужно быстро заполнить крипса тушами и поехать дальше по делам. Что самое интересное в этой повозке, это то, что положив туда туши, вы можете отозвать повозку и переместиться в лагерь. Снова вызвать повозку и сдать туши. Туши в повозке не пропадут, даже если вы выйдете из игры. Исходя из этого, вам никогда не придется переживать, что туши могут пропасть. Еще небольшое уточнение по повозке и по транспорту в целом, не забывайте покупать страховку. Карты способностей. Вы удивлены? Я тоже. Как оказалось, многие игроки, имея уже 100 плюс уровень в Red Dead Online, вообще не заморачиваются по картам, бегая или с одной, или совершенно с бестолковым набором карт. И тут я считаю, что каждому игроку стоит приобретать карты способности и делать сеты. Ведь в разных ситуациях они очень сильно выручают. И поверьте мне, даже если вы не участвуете в ПВП событиях, они все равно вам пригодятся. Так есть наборы карт, которые помогут вам проходить легендарных преступников налегке, собирать коллекции быстро и много чего помогут вам сделать, не затрудняясь. В общем, к картам способности нужно подходить с умом и пониманием. И напоследок решил рассказать о такой важной и необходимой вещи, как фонарь для лошади. Покупается он, естественно, в конюшне, но вот для открытия и покупки нужна роль коллекционера. Фонарь работает в автоматическом режиме, включается и выключается по времени, но что самое главное, очень хорошо светит и реально с ним проще ездить лесу ночью. С фонарем вы не врежетесь никуда и не застрянете. Всегда будете видеть, куда едите. В общем, фонарь это очень полезная покупка и лично я рекомендую на него потратить деньги. Такой получился у меня список тех предметов, что должен купить каждый, кто играет в RDO. Напомню, что я не рассказал о самых очевидных, по типу улучшений, оружия, лошадей и прочего. Только то, о чем многие писали мне в комментариях или в чате на стриме, что у них этого нет. Делитесь своими впечатлениями, как вам все эти предметы и какие, по вашему взгляду, должен купить каждый игрок в Red Dead Online. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк этому видеоролику, подпишитесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов и стримов, которые у нас проводятся очень часто. Новый видеоролик готовится и совсем скоро выйдет на канале. Всем до встречи!